всем привет с вами юля сегодня 6 сентября воскресенье и сегодня я хочу начать мой маленький марафон почему он будет маленьким потому что совместный проект любящие сердца заканчивается 10 сентября и у меня остается всего лишь четыре дня но тем не менее я хочу за эти четыре дня максимально продвинуть вышивку это набор риолис поцелуй по клинту всем известный дизайн очень очень классная разработка на мой взгляд вышивается здесь работа шерстью и украшается бисером такой здесь пакетик с бисером и и рубкой забыл как называется бисер и рубка посмотрите видите сколько бисера здесь вот работа будет очень очень красивой и эта работа у меня сейчас вышита на самом начальном этапе находится у меня вышивка примерно вот здесь ну здесь около 20 процентов наверное и я хочу все эти 4 дня сконцентрироваться и вышивать вот именно только только эту одну работу и причем хочу помарафонить максимально уделить ей внимание и буду делать включение буду вам показывать как продвигается это работа и мы посмотрим что у меня получится знаете марафонные последнее время последние дни у меня очень продуктивно идут я закончила марафоне свою магнолию я закончила своих индейцев и вот сейчас хочу продвинуть поцелуй вышивку шерстью и дальше у меня планируется еще марафоны но посмотрим по настроению потому что знаете я с одной стороны планируя с другой стороны когда меняется настроение но не можешь же себя заставлять поэтому могут какие-то планы что-то может поменяться вот примеру я начала играть по плакату 150 заданий вышивальщицы у меня с моими совместными проектами мои планы поменялись и ну вроде бы этот плакат уже потерял свою актуальность да и девчонки уже его наверное полностью открыли уже как-то нет смысла с ним играться ну попробовала что-то повышевала по плакату в принципе интересно но у меня свои совместные проекты их много поэтому в принципе задание у меня здесь и так целая куча поэтому буду марафонить и буду делать включение может быть буду вам показывать что-то еще интересно покажу вам схему схема отриоли для меня очень приемлемо я с ней хорошо дружу все хорошо здесь для меня видно понятно и нет каких-то проблем она здесь на двух листах по-моему на одну сейчас открою посмотрю а нет на одном листе вот такой большой лист и по схеме я вот здесь нахожусь видите буду стараться продвигаться что успею все моё конечно же всю работу я не но хотя бы так взять ее и чуть-чуть по марафоне и покажу вам как продвигается работа покажу вам ниточки ниточки у меня организованы на планшетку от дубков сразу здесь паркую и иглы эту планшетку я вот так подписала здесь просто номерочки и поэтому она у меня для любого процесса подходит очень классные органайзеры не так здесь у меня пока еще очень много такой пушистый пушистый пучок и конечно же есть еще ниточки которые я не открывала вот они в моточках мне предстоит еще открыть а вот сейчас мне нужно будет открыть 6 цвет у меня закончился я помню вот по-моему это он повесить и вот у меня еще сколько моточков видите ниточек должно хватить вышивая парковкой особо не экономлю конечно не выбрасываю большие хвостики но когда там совсем маленькие я выбрасываю я не вышиваю под самый корень всегда хватало ну если мне не хватит ниток у меня много остатков от вышитых уже наборов риоли с шерстяные ниточки мне целый пакет поэтому всегда можно что-то подобрать я их не выбрасываю а переодеваю на планшетки по цветам и не у меня там хранятся может быть как-нибудь дойдут руки и наведу там порядок моем рукодельном уголке это тоже у меня такой момент периодически все равно приходится делать какую-то и организацию что-то что-то наводить не просто как бы порядок да а делать вот действительно реорганизацию потому что приходят новые покупки что-то берется что-то кладется и хочется каких-то обновлений вот может быть сейчас займусь и моим рукодельным уголком ну такое у меня вступление в общем-то я побежала вышивать и увидимся с вами в новом включении всем привет из солнечной греции с вами юля сегодня 12 сентября суббота и несмотря на то что уже почти полмесяца пролетела и сентябрь у нас все еще стоят жаркие денечки 30 33 градуса мы если честно уже очень устали от жары хочется теплой осени да есть уже появляются вот эти запахи осенние у нас нет такой осени как в россии да когда все листья осыпаются и дожди вот именно такая осень осень у нас осень очень мягкая теплая деревья наоборот набираются силы зеленеет травка здесь по-другому климат у нас устроен но тем не менее хочется немножко какой-то перемены в погоде немножко охладиться ну и вернемся к вышивке я говорила делала вступление начала что буду марафонить буду делать включение показывать что как продвигается и вот как вы понимаете до дожилась до субботы и включение я абсолютно не делал потому что процесс данный у меня очень слабо продвигался нет каких-то здесь сложностей которые меня бы останавливали ну меня просто увлек другой процесс и поэтому ну я не могу себя заставлять вышивать просто потому что надо поэтому я не могу вышивать на подарки на заказы я вышиваю только то что меня действительно вдохновляет то что мне нравится и что у меня горят глаза и как говорится чешутся руки да хочется вышивать 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 без остановки этот процесс у меня он любимый мне очень нравится я давно хотела его начать ну вот видите немножко повышевала и не продвинулся он у меня так как хотелось я вышивала вот здесь здесь около тысячи крестиков всего лишь на вышивала но тем не менее хоть какой-то прогресс есть и знаете очень мне нравится то как ложатся крестики настолько получается объемная работа вышивка крестики такие пухленькие аккуратненькие цвета здесь яркие сочные ну и сюжет конечно позитивный я не буду его убирать долги ящик буду делать какие-то набеги так сказать нужно сделать себе какие-то планы по ротации и потихоньку продвигать этот процесс я буду обтумывать этот момент как мне лучше устроить мою ротацию и так чтобы все процессы хотя бы понемножку продвигались вот я смотрю у девочек есть хорошие идеи кто выработал для себя какую-то систему я скорее всего систему для себя выработать не смогу потому что у меня все-таки все по настроению вдохновению но хоть как то нужно брать и устраивать ротацию чтобы эта работа продвигалась и в следующем году я все-таки хочу ее видеть завершенной потому что у меня есть отшитая работа материнская любовь это парная работа я мечтаю оформить и поэтому нужно обязательно стремиться к своей мечте нужно вышивать эту работу тем более что здесь нет ничего сложного но начало положено и я думаю что эта работа все-таки не заряжется у меня обычно если что-то уж начинается вот так хорошо то потихонечку я конечно же беру и вышиваю и вот на таком этапе эта работа у меня и завершилась в нашем совместном проекте любящие сердца не получилось финиша но тем не менее работа продвинулась я рада этому на самом деле в наших совместных проектах у меня много работ вышелось но вот эта работа у меня не смогла вышиваться и еще одна dimension зимней радости которая перейдет перешла уже в другой совместный проект моя зима вот этим двум работам времени просто не хватило но тем не менее в общем-то все очень даже замечательно и если вы посмотрите вот с левой стороны верхняя . куда я добралась вот здесь даме карандашик по рисунку это вот здесь ну я думаю что у меня около 30 процентов наверное все таки и выше то пусть не полных 30 процентов но что-то около того и я очень очень рада что все-таки работу я свою потихонечку но продвинула покажу вам ниточки ниточки у меня находятся на органайзере тупку сюда же паркую иглы и вот они все вот так я их не завязывала в косичку потому что я боюсь что мне косичка это потом очень сильно запутается и будет тяжело работать с нитками а так они меня очень аккуратно хранятся я их кладу в файлик и все они не пылятся не путаются в принципе очень очень удобно и не такие пушистые такие яркие очень классные нитки наверное подожду когда у нас сменится немножко температура до погода немножко похолодает будет наверное приятнее ими вышивать не знаю может быть будет какая-то ротация в любом случае работа вот она потихонечку у меня продвинулась вот такой пучок не так представляете все эти нитки должны уйти в ткань вшиться и из них образуется вот такая яркая красивая картина вот это мой процесс с которым я хотела марафоне но марафона у меня не получилось и сейчас я вам покажу ту работу с которой у меня лучше сложились отношения на этой неделе и процесс который меня увлек и захватил на этой неделе это бисерный набор фирма радуга бисера богородица покрова икона размер вышивки 20 на 25 сантиметров здесь идет у нас в комплекте бисер прециоза чехия 14 цветов и 15 номер у нас это идут золотые бусинки такие некрупные мой бисер находится вот в таких вот двух ромашечках я ими постоянно пользуюсь когда вышиваю бисером у них очень хороший объем поэтому помещается обычно весь весь бисер из пакетиков если большой пакетик то даже весь пакетик обычно сюда помещается и чтобы мне было удобно вышивать я также пользуюсь органайзером для бисера у меня вот такой вот сердечко позитивная симпатичная и так как ячеек не хватает то я насыпаю по два цвета бисера в каждую ячейку стараюсь конечно выбирать чтобы этот бисер был контрастных оттенков и видеть его очень хорошо видно без каких-либо трудностей да ну сейчас бисера здесь мало потому что я вчера хорошо потрудилась повышевала поэтому практически видите все ячейки такие пустые полупустые вот единственная вот эта ячейка еще здесь есть бисер а остальные цвета уже я хорошо их использовала вот и вышиваю я эту работу сейчас верх ногами вышиваю на руках кладу на стол облокачиваю до частью граммы кладу этот органайзер прямо на основу и беру иголочкой под на бисеринке и пришиваю вот так у меня проходит процесс и сейчас вы видите на каком этапе у меня находится данная работа я ставлю где-то либо фотографию либо сделаю стоп кадр из последнего видео я не помню делая фотографию отдельно или нет но в любом случае хотя бы стоп кадр я смогу вам ставить чтобы вы посмотрели на каком этапе находилась работа когда я вам ее показывала последний раз я думаю очень контрастно для вас и видно хорошо что работа у меня очень и очень хорошо продвинулась когда я показывала вам последний раз работу у меня было выше там сверху всего лишь три рядка и весь этот участок у меня вышелся вот за последние сколько десять дней неделю точно не помню сколько дней но вот весь этот участок у меня вышелся с того момента когда я последний раз показывала вам эту работу и на этой неделе действительно меня настолько увлекли бисеринки что были дни когда я думала что ну надо сесть и повышевать мой поцелуй у меня же заканчивается совместный проект мне нужно отчитаться но нет нет руки тянулись к бисеру и раз у меня было такое настроение я решила себя не останавливать и получать просто удовольствие это же мое хобби моя радость и поэтому я вышивала эту икону вышивала эти бисеринки мне здесь очень нравятся цветовые переходы от синего к голубому бирюзовый нежно бирюзовый вот такой жемчужный одеяния о божьей матери очень хорошо проработаны в общем здесь разработка проработка очень очень хорошая бисер качественный и получаешь удовольствие от работы с такими материалами и конечно когда видишь всю эту красоту еще больше хочется ускоряться и быстрее довести работу до финиша ну у меня не получилось на этой неделе довести до финиша у меня здесь осталось где-то 15 или 12 рядочков еще в принципе много и какие-то планы я себе не строю что вот в этом месяце в следующем месяце по настроению будет желание буду убрать и вышивать но обычно у меня работа либо лежит лежит потом я беру ее махом и вышиваю обычно происходит так реже вышивается по чуть-чуть и небольшими шишками работа двигается к финишу ну посмотрим как пойдет на данный момент я вам показываю то что есть буду дальше трудиться и надеюсь что к концу этого года все-таки финиш состоится но я думаю состоится потому что все-таки немного осталось и все шансы у данной работы есть чтобы она завершилась и вот сейчас смотрю и нашла у себя ошибку как же так меня вот здесь выше не тот свет нужно будет это все исправить здесь должен быть также белый цвет а у меня здесь пошел бирюзовый ну вышивая ночью и вот у меня бывают такие ошибки ну что уж исправим ничего страшного вам найдем способ и все это исправится это моя первая икона с полной зашивкой и я себя поймала на той мысли что мне нравится вышивать иконы и я так подумала что когда у меня будет какая-то возможность я буду делать заказ буду делать какие-то покупки я обязательно сделаю заказ и приобрету еще несколько икон пока не знаю что конкретно какие иконы мне хотелось бы вышить бисером но такие мысли есть я думаю что когда придет время я обязательно что-то выберу вот такая у меня работа этой недели которая у меня в общем-то заняла все мое внимание и у меня есть еще одна работа которая у меня заняла мое внимание ну доставила мне очень много головной боли давайте перейдем к ней знакомьте с моей головной болью это набор classic design как я вам показывала в видео вышивка в отпуске я взяла этот наборчик с собой думаю что в принципе здесь ничего сложного нет и размер не такой уж и большой 21 и 16 сантиметров но здесь 34 цвета и плюс бленды совсем не маленькая работа ну было такое настроение и я вышивала эту работу с огромным удовольствием все мне было в общем то все нравилось но когда я привезла домой работу и стала снимать видео я обратила внимание да и зрители мои тоже что есть очень большое несоответствие цветов на вышивке и на обложке какая здесь точно проблема сейчас сказать сложно возможно сама фотография на обложке была обработана фотошопе и цвета от редактированный и мы видим вот то что видим возможно здесь ошибка я стала проверять нитки во первых что я сделала я проверила мои ниточки правильно ли я переписала расположение на планшетке потому что здесь вот в наборе очень такой хитрый ключ значит здесь у нас отдельно написаны номера ниточек дмс и соответствии им номер на планшетке а вот здесь ключ у нас идет значок и номер дмс нет номера на планшетке поэтому я себе переписала номер на планшетке чтобы видеть что это за за ниточки я думаю может быть я здесь сделал ошибку переписывая соответствие но номера дмс и номера планшетки нет здесь все правильно никаких ошибок нет потом я взяла карту цветов думаю проверим может быть производитель что-то у нас здесь напутал потому что classic дизайн но он часто делает ошибки девочки выявляют такие грубые ошибки при вышивке что конечно нужно все проверять я проверила по карте цветов соответствии ниточек все сто процентов соответствует значит здесь у нас ошибок нет дальше я что я сделала я стала искать схему в интернете я не нашла оригинальную схему но я нашла в пм ну вроде бы перенабор с ниточками дмс сложно конечно сказать насколько все правильно оригинальную схему dimensions я не нашла вот я осталась сверять этот перенабор с моим ключом какие здесь есть отличия нашла здесь одно отличие два отличия в принципе но не так все здесь и трагично и страшно здесь у меня есть один значок цвет 842 который вышивается и крестом и полукрестом по схеме из интернета данный цвет вышивается только полукрестом вот он 842 он у меня их полукрести в кресте есть но я посмотрела там где он в кресте это совсем маленькие участки они особой роли не игра там два маленьких пятнышка где его втесали сделали крестом ладно уж как бы бог с ним вот и вот здесь у меня есть тоже это сердечко 3774 здесь она тоже вышивается крестом и полукрестом здесь только полукрестом то есть вот два таких вот отличия я нашла бленды соответствуют схема в принципе ну одно и то же то вот такая у меня схема распечаталась принципе и значки практически те же все все тоже вот но все равно мне бросается в глаза вот этот цвет так схема здесь у меня будет так все равно мне бросается в глаза вот этот цвет вот эти пятна видите темные здесь как бы бледновато что-то здесь не доработано может быть так оно должно быть и бэкстич все выровняет но так как у меня нет оригинальной картинке мне судить сложной глядя на эту картинку явно есть какие-то несоответствия и вот у меня к вам просьба девочки если у кого-то есть оригинальная схема дименшинс вот этих пионов может быть тут там видел в интернете где-то и вы можете дать ссылку подсказать бросьтесь пожалуйста ссылкой потому что очень жалко у меня работа уже прилично вышита хорошо начата процесс пошел я начал делать организацию но остановила себя от организации потому что здесь есть явное несоответствие и нужно все это исправлять и я очень не люблю выпарывать крестики что-то перешивать и если я оставлю еще на какое-то время этот процесс с ошибками то я думаю что я вышивать потом уже не буду это просто будет выброшено поэтому нужно все исправлять по горячим следам так сказать находить и сразу все это исправляете вышивать чтобы не было потом больно и обильно за этот процесс не так здесь много здесь 34 цвета и просто взять конечно выбросить очень жалко и мне очень нравятся эти пионы я хочу их вышить давно о них думала не зря же купила но вот как-то 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 что-то здесь меня смущает в принципе бексич наверное может выровнять всю ситуацию но хотелось бы все-таки проверить я думаю что какие-то цвет один или два здесь неправильно подобраны вот потому что они бросаются в глаза вот это пятно темное видите давайте сделаю поближе вот видите вот это пятно вот она вот здесь этот цвет очень темный с другой стороны вот здесь очень много бледно розового и ну мне кажется не хватает какого-то контраста между оттенками есть различия в цветах есть не знаю очень сомневаюсь пишите девочки у кого есть оригинальная схема либо кто видел где есть оригинальная схема либо ключ пожалуйста поделитесь надо спасать эту работу она должна вышиваться вот откладываю все не буду пока ничего организовывать у меня здесь ключ ключ с моими нитками иголками видите я хотела сесть организовать но пока не буду этим заниматься потому что надо сначала разобраться с цветами все ли здесь правильно и потом я сделаю уже всю правильную организацию по значкам может быть у меня будет другая схема другие значки я еще не знаю поэтому оставляю все как есть очень жду вашей помощи буду очень очень признательна и благодарна вот ну а эта работа у меня пока уходит стол ожиданий а еще на этой неделе у меня случилась большая радость я получила самую потерявшуюся посылку у меня несколько покупок было сделано в начале года весной и самую большую партию из магазина 1 2 3 стич я получила это мои набор дименшинс но также у меня были сделаны покупки из российских магазинов и также в разных группах вконтакте эти покупки я собирала на адрес моего старшего брата который живет в ростове потому что где-то я покупала по одному набору и сама доставка в грецию стоит дороже этого набора поэтому я собирала сначала все на его адрес а потом просила чтобы он мне все отправил он добросовестно отправил российская почта добросовестно быстренько таможня все оформила и выпустила и посылка была выпущена таможнию внукова стояла отметка внукова выпущена буквально там три-четыре дня и посылка ушла и все и пропали следы моей посылки ну я к этому привыкла у нас здесь почта в греции работает очень плохо таможня тоже и обычно все лежит долго и ну я знала что мне придется подождать но я даже не подозревала что посылку мне придется ждать девочки внимание девяносто три дня девяносто три дня не и и держали держали я им писала письма звонить им они не разрешаются на почте тоже они дают такой информации только в службу таможни можно написать им письмо я написала письмо может что-то нужно вот там посылка лежит уже столько дней нет нет ничего не нужно у нас большой объем работы дойдет ее очередь и мы ее значит обработаем вот и я ждала терпеливо до того момента когда они ее отправили обратно в россию я опять им стала писать никакого ответа просила брата чтобы он написал заявление на о пропаже что брат и сделал потом посылка стала двигаться полетела в реку слетала еще куда-то и все-таки вернулась и ко мне вот спустя девяносто три дня все-таки это посылка добралась знаете очень было немножко обидно что она так задержалась потому что здесь есть такие дизайны которые я хотела начать летом чтобы у меня были воспоминания о лете не важно пришла и пришла я этому тоже рада и давайте я вам наконец-то покажу что же я приобрела какой выбор я сделала покупала наборы дименшенс в группе вконтакте мне захотелось купить несколько дизайнов докупить которых я не смогла найти на магазине 1230 чеком это было все в тот период и поэтому решил купить в группе вконтакте мне там получалось дороже ну ладно несколько дизайнов думаю ничего страшного ну и вот один из дизайнов который о котором я очень давно мечтала кстати тоже пойдет в коллекцию о женских образах нужно будет снять вам видео девочки писали что интересно посмотреть какая коллекция именно женских образов у меня находится и вот получив сейчас и вот эту посылку я смогу снять это видео чтобы она была уже полным это мамина радость всем известный дизайн очень добрый милый наполненный светом ароматов цветов ну конечно же вот такими добрыми счастливыми эмоциями которые испытывает мама малыш очень счастливый очень красивая картинка я давно мечтала об этом наборе и знаете мне казалось что ну я наверное не смогу приобрести буду вышивать по схеме у меня есть толстая папочка куда я складываю те схемки дизайна который хочу вышить но не могу приобрести набор да невозможно все купить конечно есть все продается но средств на все просто не хватает и я думаю что это дизайн я бы ищу подбором схема лежит вот но в какой-то момент как-то у меня так случилось с финансами была возможность и я решила его все-таки купить и вышить по оригинальному набору это особенно удовольствие когда вышиваешь по оригинальному набору и я решила подарить себе вот этот момент я отношусь достаточно нормально и лояльно к подбором к разным репликам ну не к разным репликам к хорошим подбором когда девочки делают хороший подбор к этому абсолютно нормально отношусь но все-таки оригинальный оригинальный набор это просто вот такое эстетическое наверное наслаждение удовольствие когда у тебя оригинальный набор и ты вот открываешь и начинаешь вышивать вот и я очень очень рада что появился этот набор моей коллекции я надеюсь что когда-нибудь найдется время его вышить потому что тоже конечно запас огромные все стоит в очереди но я думаю нужно будет себя организовать и взять и вышить этот дизайн а почему бы нет может быть в следующем году поставить себе его в планы размер работы здесь 30 сантиметров в диаметре мамина радость называется и давайте посмотрим обратную сторону здесь у нас аида 18 каунта белая и вот такие вот шикарные нитки две планшетки набор скомплектован 8 октября 2018 года свеженькие два года этому наборчику рада вот такой дизайн очень очень этому рада что набор у меня появился и я смогу его вышить уже в оригинале и скорее всего я поставлю его в планы на следующий год до нужно будет его вышить раз я так давно о нем мечтала и у меня получилось его приобрести надо вышить вот следующий наборчик который пришел мою коллекцию это пикник всем известный дизайн это из перевыпуска уже дизайн я его видела много раз в отшиве встречала и наборы и когда вышел перевыпуск я на это особо внимание не обратила потому что этот дизайн не трогал мою душу мое сердце я была к нему абсолютно равнодушной но в какой-то момент что-то случилось да и меня просто вот шандарахнула по башке и я поняла что дизайн-то классный он не все-таки нужен уже наборы из перевыпуска заканчиваются а я сижу и как бы глазами моргаю мне он тоже нужен и стала я искать в магазинах нашла в одной из группе вконтакте где его в принципе и купила и этому очень рада и счастлива что я раскошелилась потратилась и купила те наборы которые мне очень-очень нравится конечно все купить невозможно все вычить тоже невозможно но из всего большого выбора из всего большого количества дизайнов мы все выбираем то что нам нравится больше всего в этом дизайне есть столько интересных деталей что он обязан просто быть выше ты здесь у нас замок на заднем плане лодочка даже две лодочки мости какой красивый каменный повозка с лошадкой люди на первом плане сидят кушают дизайне просто красивый как пейзаж он живой здесь много людей есть лебеди цветы на также на переднем плане собачка сидит очень-очень красивый жизнерадостный и насыщенный дизайн поэтому я рада что я все-таки помнилась его приобрела в свою коллекцию может быть случится быть ему вышитым я этому буду очень-очень рада так размер работы у нас 30 на 35 сантиметров здесь у нас бежевая аида по моему восемнадцатый каунт плохо видно и две планшетки вот с такими ниточками ниточки здесь припыленные они не такие яркие и ядовитые а такие приглушенные цвета но это особенность старых дизайнов dimension снова уже выходят совсем в другой палитре мне нравится конечно же как и большинство больше старый дизайн и они более реалистичные более более спокойно подобраны цветам более качественно вот такой наборчик пришел мою коллекцию идем дальше и здесь у нас вот что почтальон набор дименшенс очень сложно показывать потому что они бликуют ну вот так я немножко поймала кадр так почтальон размер работы 38 на 78 простите 38 на 28 сантиметров тоже перевыпуск тоже всем известный дизайн когда был перевыпуск тоже меня не волновало сердце моё не трогала и ну почтальон и почтальон домик себе и домик ну зелень в общем-то ничего особенного но опять же в какой-то момент меня озарила осенило почему-то этот дизайн меня ассоциировался с этим летом не знаю почему но мне хотелось его вышить как воспоминание о лете 2020 может быть мне хотелось вот этой прохлады и тени от деревьев зелень цветов не знаю очень странные ассоциации но мне хотелось его вышить как воспоминание об этом лете у меня много дизайнов и о дименшенс можно было бы выбрать все что угодно но хотелось этот это наверное странности рукодельницы всегда хочется том чего нет и я загорелась этим дизайном нашла его быстренько купила брату отправила просила пожалуйста вышли мне побыстрее эту посылку и я ее так ждала и вот видите как получилось она пришла ко мне уже осенью лето закончилось и актуальность так сказать начинать за дизайн уже пропала уже его начинать не буду потому что настроение у меня поменялось у меня уже другие планы и я и радую что я получила посылку и немножко грустно что она вот так вот сильно задержалась ничего всему свое время придет момент и для этого набора когда-нибудь я его вышью в принципе мне здесь все очень-очень нравится я люблю вышивать домики вот честно я давно не вышивала домиков а так хочется уже что-то вышить так что у нас здесь у нас здесь аида а 14 здесь каунт свеженький наборчик 2019 года и июнь и вот такие классные классные яркие нитки ну дименшин всегда очень красиво они упаковывают свои наборы можно посмотреть ниточки цвета оттенки посмотреть планшетки конечно же это тоже отдельное удовольствие когда вот так вот видно все комплектующие есть дизайнеры которые прячут свои комплектующие и буквально можно через небольшую такую щелочку подсмотреть что там а здесь все хорошо видно и можно тоже наслаждаться этим набором даже его не открывая да это 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 классно есть у меня вот такая вышитая картина это одна из первых больших картин называется биржу пэлфор дизайн фирмы анкор вышивала по скачанной схеме из интернета сама делала перевод в ниточке дмс прорабатывала схему в паттер мейкер в общем была у меня такая здесь история этот дизайн я вышивала в совместном проекте домики и я вообще люблю очень домики вышивать и поэтому эта работа у меня одна из самых самых любимых здесь очень классная разработка и домик здесь красивый но также здесь есть машина в которой сидит парочка две собачки все в зелени в цветах такая красота сказка все что нужно для счастья и поэтому этот дизайн он у меня вышивался с огромной любовью оформился и висит до сих пор я смотрю на эту картину каждый день мы смотрим на нее и в одной из группе вконтакте я увидела парный дизайн к этой работе для меня этот дизайн парный я думаю и вы увидите много сходства так как здесь мы видим в принципе тот же домик только с другого ракурса видите здесь у нас три таких окошка и здесь у нас видно два окошка но возможно третье уходит туда дальше башенька с часами вот она одна и та же вот она башенька и здесь она вдали ну а с этой стороны мы видим мостик озеро лебеди зайчик дерево такое классно и здесь у нас человек на лошади вот для меня это мой муж костя он тоже очень любит лошадей он умеет кататься на на лошади он раньше занимался таким спортом и поэтому для меня это картина как бы мы приехали на дачу и муж взял свою лошадку и отправляется в лес на прогулку но здесь мы видим зайчики лебеди в общем такая красивая обстановка как только я увидел этот набор я его сразу купила даже без каких-либо раздумий схватила и конечно же буду вышивать его в пару к этому дизайну это вместе они будут очень хорошо сочетаться но когда я увидела еще один дизайн это конечно же все еще один дизайн он тоже для меня получается парный триптих да а потому что здесь та же деревня то есть это уже как бы центральная часть деревни мы видим здесь канал видим здесь какая-то водное транспортное средство не знаю как она называется также здесь много лошадей вот одна лошадка вот человек пьет лошадку здесь рыбак цветы стоят в горшках утки гуси и разные тоже мосик есть и домики красивые украшенные цветами ну скорее всего это англия да наверное но поправьте меня мне так кажется что это старая англия и здесь также есть парочка это мы с мужем и собака но вот точно мы как только я увидела этот дизайн все у меня картинка сложилась не их нужно вышивать обязательно вышивать и оформлять и они должны висеть вместе это просто сказка волшебство что они попались эти дизайны ко мне я даже не представляла что они существуют и очень рада что они меня нашли хочу показать вам то как они выглядят с обратной стороны так еще раз поближе картинку а это у нас с обратной стороны видите и на планшетках ниточки и в моточках это у нас ниточки анкор здесь у нас а и до 14 каунта белого цвета здесь есть неполная зашивка вот они участки которые не зашиваются и сюда бы отлично подошла голубенькая равномерка но у меня нет так жаль что у меня нет голубенькой равномерки я бы с удовольствием я бы с удовольствием вышивала на ней размер работы 25 на 31 сантиметр работа просто обалденная будет здесь столько интересных элементов не нужно срочно на ее начинать и знаете девочки я не удержусь это точно он говорит вот давайте еще раз поближе вот эту работу тоже у нас здесь алида четырнадцатого каунта 14 нет 16 обманула и тут 16 там 16 каунт 16 каунт белого цвета мне кажется здесь не точек побольше на планшетке размер 25 на 31 сантиметр они одинаковые один в один и производство здесь у нас германия стандартные идет обозначение сложность что входит в набор ниточки так далее классный классно здесь у нас нитки анкор я их люблю вы не представляете как я счастлива что эти дизайн оказались в моих руках ну и конечно же как вы понимаете я скоро начну вышивать эти работы может не две сразу но вот эту точно начну не удержусь это скоро будет у меня старт сейчас покажу мою вышитую работу вот еще раз вот так будет выглядеть мой триптиф когда все вышлется пока конечно это мечты и планы но тем не менее эти наборы у меня есть я очень рада и счастлива что они меня нашли начну вышивать потихоньку буду продвигать когда-нибудь все-таки это вышлется главное начать уже двигаться к намеченной цели очень рада я моим покупкам приобретением рада что это посылка все-таки пришла ко мне я надеюсь вы хорошо повышевали хорошо провели время порадовались вместе со мной ну а сейчас я приглашаю вас посмотреть еще небольшие кадры из моего отпуска постараюсь показать вам что-то интересненькое ну на этом у меня все до новых встреч всем пока пока константин как вы проводите ваш отпуск я не могу говорить ну так как константин пока говорить не может я хочу с вами поделиться нашей водной прогулкой на катере по коринфийскому каналу который находится на перешейке в пелопонисе и составляет длина этого канала 6 километров канал соединяет эгейское и ионическое море глубина канала 8 метров стены канала естественного происхождения в основном это известняк и высота их достигает 76 метров ширина канала 25 метров у канала есть интересная история которая конечно же своими корнями уходит в древнюю Грецию одним из греческих правителей 7 век до нашей эры тирана перриандр были предприняты первые попытки по строению этого канала но он был остановлен и вместо этого он создал каменный волок который назывался диол остатки этого этой каменной дороги существуют и по этой каменной дороге корабли перетаскивались с одного края в другой по возможности прокладки канала думали и древние римские правители но тоже их попытка не увенчалась успехом и после греческой революции 1821 году первый президент Иоаннис Капутистрия также строил планы о создании канала но опять же безуспешно и в 1869 году греческое правительство все-таки принимает решение о строении о строительстве канала сначала этот проект возглавляет французская фирма но из-за разорения эта фирма оставляет свой проект который подхватывает греческий предприниматель и банкир Андрес Сингроз который успешно завершает этот проект и в 1893 году канал открывается и теперь этот канал позволяет сократить путь более чем на 400 километров вот такая история этого канала ну а мы прогулялись насладились вечерними видами и закатами надеюсь и вы хорошо провели время на этом у меня все до новых встреч всем пока пока до новых встреч вот и вот и вот и вот и Субтитры сделал DimaTorzok